Здравствуйте! Многие в комментариях у меня спрашивают, как добиться того, чтобы стволик у рассада был толстенький, корней было море и самое главное, чтобы рассада была крепкая и здоровая. Итак, в этом видео я вам раскрою секрет, потому что именно в крепкой корневой системе, большой мощной корневой системе закладывается именно этот толстый стволик. Именно от этого зависит, насколько будет мощной, крепкой и здоровой ваша рассада. Итак, давайте я вам еще покажу. Смотрите, какая мощная корневая система. На самом деле добиться мощных корней очень просто. В этом видео я вам покажу три подкормки. Они универсальные, рабочие. Вы можете использовать какую-то одну подкормку или сразу одновременно две с интервалом в одну неделю. Смотрите, сейчас вам еще покажу. Вот так вот нарастает корневая система, если кормить рассаду специальными удобрениями для мощной корневой системы. Также еще есть такой способ, как пересадка, постоянная пересадка, перевалка, пикировка рассады для того, чтобы нарастить мощную корневую. Но даже если вы пересадите вашу рассаду, то она сразу не дает корни. Ей на это надо две недели. И для того, чтобы этот процесс не затягивался, мы подкармливаем мощную корневую систему, чтобы получить в итоге тот вот толстый стволик, который всем нравится, и крепкую зеленую рассаду. Ну и самое главное, чтобы рассада наша не болела и прижилась в определенных условиях, именно в открытом грунте. Все методы и способы мной проверены много лет, поэтому я вам рекомендую обязательно попробовать, потому что способ реально рабочий. Итак, берем нашу рассаду. Все вы знаете, что я выращиваю ее в ящиках. Смотрите, преимущество ящика в том, что она не занимает много места, отлично растет. Вот смотрите, стволик все равно толстенький, корневая в ящиках тоже достаточно, смотрите, крепкая, не такая шикарная, как в стаканчиках. Но если такую рассаду пересадить, пикировать в стаканчики, то вырастает мощная корневая система. Итак, пикировка это все. Но пикировать надо правильно. Итак, вы вынули рассаду из ящика или другого стаканчика. И нам надо усилить корневую систему. Самый простой способ это добавить на корни корневин. Либо уже корневин добавить в сам грунт. Можно уже смешать. Столовая ложка, как правило, на литр. Можете чуть-чуть на кончике чайной ложечки припудрить корни, для того, чтобы корневая росла мощная. Не переборщите с корневином, потому что можете получить обратный эффект. Достаточно совсем немного добавить, чтобы корни быстро росли. Смотрите, вот красивый такой стаканчик. И потом буквально за неделю у вас будут такие красивые мощные корни. Вы, наверное, заметили, что в стаканчике, в котором еще нет корней, он то, стволик еще тоненький. А в том, что есть корни, стволик утолщается. Также для усиления эффекта любого удобрения я добавляю аминосил. Что такое аминосил? Это, во-первых, органическое, натуральное удобрение, которое содержит огромное просто количество аминокислот, а именно более 40 штук. Также есть макро-микроэлементы. У вас не будет никакого хлороза, не будет никакого пожелтения листвы. И самое главное, от этого удобрения еще повышается иммунитет, и растения не стрессуют во время пересадки и быстрее приживаются на новом месте. Вам надо всего 5 мл на 1 литр воды. Обязательно добавляйте воду и поливайте ваши растения во время укоренения, во время пересадки, ну и вообще во время любых стрессов. Подкармливать можно как 1 раз в неделю, так 1 раз в 2 недели. Можно совмещать с другими удобрениями, потому что аминокислоты усиливают действие любых удобрений. Помните об этом. Итак, давайте с вами польем. Сразу скажу, тут помощник. У меня в видео постоянно спрашивает, кто это. Это Гошенька. Ему 2 года. И он следит за тем, чтобы я рассаду пересаживала правильно. Проверяет, сколько водички надо налить. Обычно в таких стаканчиках, тут 500 мл, я добавляю где-то 20 мл воды. Не заливайте ваши растения. Если вы зальете, то там не будет корням поступать кислород и корни зачахнут. Давайте покажу второй способ. Тоже пикировки. Смотрите. Берем грунт. Грунт можно взять любой, универсальный. И берем микоризу. У микоризы я уже много говорила. Это дружественные грибки. Это живое удобрение, которое поселяется на корнях растений и сообразует симбиоз между корнями и грибками. За счет этого корневая увеличивается в 2, в 3, в 4, в 5 раз. И эта микориза помогает все удобрения сделать так, чтобы они усваивались рассадой очень легко. К микоризе лучше использовать только органические натуральные удобрения. И аминосил как раз подходит для этого очень сильно. Как раз помогает легко адаптироваться самому растению. Питает его всеми полезными веществами. Например, железом. Помогает от хлороза. Там есть магний, который тоже помогает от хлороза. И листики у вас просто не будут желтеть. Итак, третья подкормочка. Я выбрала самый жирненький среди этого ящика. И давайте тоже. Наверное, легкий способ вам покажу. Тоже, видите? Смотрите на стволик. Тут уже начали образовываться боковые корни на стволе. Вообще томаты такое растение, которое может постоянно образовывать корни вообще на всем стволе. У меня даже в теплице было такое, что на макушке образовались корни, когда была высокая влажность после дожде. Итак, будем делать удобрения. Берем 1 литр чистой воды. Добавляем 5 мл. аминосила. Для чего? Для того, чтобы усилить действие любого удобрения. Чтобы снять стресс самого растения. Чтобы иммунитет повысить в несколько раз. А также улучшает декоративность самой рассады. То есть листики будут такие яркие, зеленые, красивые. И добавляем монокалий фосфат. Почему именно его? Потому что огромное количество фосфора, а именно 50% увеличивает корневую систему в 2-3 раза. Ускоряет ее процесс. Итак, нам понадобится 1 грамм на 1 литр воды. Зачем мы это вообще все делаем? Я вам хочу сразу сказать, что я пересаживаю растения постоянно практически каждый день. Потому что рассады у меня много, растений у меня много. И я заметила одну такую интересную вещь. Когда после пересадки пересаживаешь растение, то в течение 2-х недель появляется только корневая. Она растет медленно. Даже у томатов. То есть не бывает такого. Вы посадили и через 3 дня у вас там все в корнях. Не бывает. Для того, чтобы было все в корнях, надо подкормить. Подкормки делаем обычно 2 раза для корневой системы в течение 1 недели. То есть сегодня подкормили для корней и через недельку подкормили для корней. Потом уже можно использовать полноценное удобрение для роста и усиления листвы зеленой массы. Итак, за всем сегодня следил Гоша. Он проверил, что ничего лишнего я не добавила. Проверил то, что мы поднимаем иммунитет растений, потому что он очень любит рассаду. И использовали в двух удобрениях мы чистую органику, для того, чтобы котики нас тоже баловались. И я специально для него выращиваю огурчики и он у меня их ест. Так что следите за тем, чем вы кормите свою рассаду. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена. Ну и передайте привет Гоше. Пока-пока. Продолжение следует...